здорово бандиты с вами сегодня дэнчик хантерюга у нас будет рестайл или дорестайл янку чуть не снёс буст только что дорогие мои всем бодрячком это рестайл это дорестайл универсал седан е61 е60 я знаю что ты мечтаешь оба его е60 это старое ведро которое мечтает многие но они боятся пройти путь немецкого самурая как вы знаете недавно я тут сделал реставрацию двигателя вложил кучу денег все о ремонтах на канале вот сразу в комментариях сходу напишите чтобы вы хотели рестайл или дорестайл и что надежное рестайл или дорестайл а я вам расскажу чем отличается я же специалист по бмв как-никак вы просто не представляете какой дубак на 5 градусов у нас сейчас весна уже почти что май но очень холодно одно из полезных изменений которые коснулась рестайла они переместили блок управления парктрониками в багажник они поставили куда-то выше что при случае того если там что-то зальется электроника не пошла по бороде а где он кстати находится если честно даже не имею понятия в этом в комментариях пишите мне владелец е61 разрешил съесть на капот покачать немного тачку нет не покачать он кстати мне разрешил ладно сейчас не об этом что важно не забывайте обращаться к своим боевым представителям в стране чтобы проверить плюсовой провод бмв е60 е61 потому что они часто сгорает это независимо от рестайла или дори стайла но если я что-то скажу неправильно да вы знаете что я большой специалист по бмв вы обязательно поправьте меня в комментариях и напишите что здесь лучше что там лучше что здесь хуже что там хуже знаете бмв такой большой конструктору даже в дори стали вы можете поставить доводчики дверей улучшить музыку и так далее вот что мне не нравится в моем автомобиле то что у меня нет доводчика дверей мне нужно вот так стукать как в жигулях блин можно да постукать и у него тоже нужно стукать дверьми да когда у меня были на е60 доводчики дверей у меня было рестайл версия ну те кто в курсе алды они в курсе которые я продал моя булочка а потом у меня была семерка который были тоже доводчики дверей знаете вот эта привычка такая доводчиков осталось дверь не закрывается сейчас закрывается и когда у тебя нет доводчиков то почему-то люди не закрывают дверь а когда у тебя есть доводчики почему-то они берут его так аж по сердцу тело как вы видите обе тачки у на своем пакете если машина без м пакета то она чем-то отличалась по бамперам от до рестайла а в рестайле м пакет если честно мы не видим никаких отличий все один в один просто известно что по переду отличается это оптика и оптика здесь намного крестей во-первых ангельские глазки светят намного ярче ну и во вторых сами вот эти рефлекторы выглядят намного красивее единство что владельцев рестайла меньше денег и они не могут себе поставить нормальный боевой значок в отличие от хозяин до рестайла который купил новый боевой значок оригинальный но зато в плане тюнинга у них никаких различий нет они предпочитают оба китайские решетки передние как вы заметили здесь тоже китайские передние решетки оля агрессивность называется бронья и так насчет им пакета ну вот это на любителя мне если честно без им пакета бм вообще не заходят так же как и audi но я понимаю тех людей которые не хотят сильно выпендриваться хотя чувствую пендриваться боевом пакете это круто и они предпочитают более-менее классический стиль что я вижу ему нужно срочно заменить поворотники они очень устали а и вообще ну вот по большине машины и тут вообще ничего не изменилось все как и было в рестайле и до рестайла просто напишите в комментах как вам цвет вот таких суппортов это оригинальные щуки стены вот красивые свежие четкие поворотнички но не оригинальные но зато выглядит четко красиво чак грузовик проедет а хотя микрофон хороший что у нас по заднице автомобиля сзади у нас отличается в седане крышка багажника она немного другая вот эта часть под номер и здесь немножко выше плюс конечно же задняя оптика здесь уже стоит от фейслифта чтобы поставить оптику от фейслифта на дори стайл там нужно немножко заморочиться слушайте насчет универсала я здесь и честно даже не знаю отличается у них крышка багажника чем-то или не отличается без понятия кстати насчет универсал или седан я вам скажу так если бы я сейчас себе искал е60 535 дизель или 530 я бы все-таки бы универсал себе то что у меня собака я бы хотел ездить путешествие там семья загрузился бутерброды котлеты всем приятного аппетита кто сейчас кушает такой пельмени как я помещается сюда тут можно разложить сиденья а пол ровный будет или нет дам рон может сделать ровный пол использовать вместо палатки тачку вообще огонь если вдвоем поедете собаку не получится взять багажник реально вместительный это называется страйк кнопочкой я хочу вам показать вот этот патрубок который я купил за 15 евро но так у новин стоит 150 евро дорогие минуточку внимания очень важную информацию к тому же полезно если ты себе ищешь надежного коня то я тебе хочу посоветовать кар вертикал переходи именно по моей ссылочке в описании в закупленном комментарии получать 10 процентов скидку тем самым поддерживая меня и помогая мне делать более качественный и интересный контент даже если ты не хочешь сейчас покупать автомобиль просто кликни посмотри что ты можешь там проверить поделись со своим другом мне будет очень приятно в наше время с этим не должно быть проблем продавец должен вам предоставить его если он конечно адекватно что важная информация предоставленная в других отчетах может быть изменена эти отчеты основаны на блокчейн технологиях поэтому ими невозможно манипулировать записи об угонах данные продавцов я лично использовал этот сервис два раза и получил довольно подробную информацию по интересующим меня автомобилям пробег автомобиля который обычно все любят скручивать спецификации автомобиля комплектация здесь вы можете проверить историю ремонтов и технического обслуживания отчета скрытых повреждениях характерные дефекты для каждой модели если у вас нет возможности пригласить эксперта проверить автомобиль и вы не сильно понимаете в этом тут есть даже контрольный список который поможет вам при проверке автомобиля недостатки модели ее изъятия с рынка я верю что кар вертикал будет полезен многим переходите по моей ссылке получайте большой жирный плюс карму спасибо вам за поддержку удачи и о чем я сейчас вам хочу рассказать о том что у него не работает вот эта кнопка закрытия багажника и сломался электронный амортизатор чтобы это все сделать нужно заплатить 600 евро потому что больше таких амортизаторов не делают правильно я понимаю да а на шроте есть такие нашли тоже нет дефицит поэтому что мы делаем забираем мой патрубок за 15 евро а кстати на шроте за эту штуку хотели 70 и вот так вот закрываем и присоски тут не да и колхозный значок эмблемка колхозная тоже стоит любитель колхоза как и я красавчик мой пацан так вот это ключ от моего бмна дори style это рестайл есть ключи в которых можно батарейку поменять просто открыв заднюю крышку вытаскиваете ключ тут вот так вот поддеваете там немножко и все а здесь нужно понять батарейки а еще дори стали есть ключ просто сам ключ вот такой вот кстати у меня кнопка еще к тому же есть без кнопки вот дори style до кнопка по идее кнопки не должно быть А у меня есть она Ну там уже как по комплектации Вот видите О, четко А кнопка у меня стоит Китайская кнопка Но зато посмотрите, как она шикарно выглядит Все четенько, старт, стоп, все видно Сейчас мы сидим в рестайле И вот что происходит с кнопкой, когда у тебя пробег Оригинальный 320 тысяч километров Но я считаю, что нужно Поменять Янис на китайскую поставить Оригинал, наверное, 50 евро Как их стоит Музыка шла разная, что и в рестайле, то и в рестайле Там можно Logic 7 дополнительно поставить На дорестайл, это не важно Что я вам хочу сказать, что здесь двери В рестайле, они тяжелее За счет, наверное, того, что здесь Logic 7 стоит Но это не точно Вот у меня как-то двери легче, послушайте, как они закрываются У меня как будто, блин, как в жигулях Объяснить этот факт действительно невозможно Немножко пройдемся по салону Отличаются дверные обшивки панели Как они, дверные карты Не знаю, каждый называет почему-то по-разному Как правильно называете, наверное, дверные карты Мне нравятся обшивки Отличается расположение кнопок Открытие-закрытие окна И вот многим почему-то не нравилось то, что они сделали в рестайле А мне наоборот как-то нравилось Ну и отличается сама немножко вот эта панель двери Ну, во-первых, как я и говорил Двери намного тяжелее Я не знаю почему Ну и вот покажите, оператор Янис, что у нас происходит Вот здесь вот открытие-закрытие окон Говорят, что неудобно Было вот здесь удобнее У меня как бы вообще без проблем было Я ездил и привык к этому Потому что у меня до этого бэхи не было Видите, вот колоночка здесь установлена Пищалочка здесь установлена А так, в принципе, двери одинаковые Ну и, конечно же, расположение дверной ручки Она намного меньше Здесь она намного больше Хотя нет, она такая же самая Просто здесь визуально вот так все это выглядит Комплектация у BMW, как я и говорил Тысяча и одна ночь У меня тут подогрев сидений сзади есть Климат-контроль, AUX-выход Так что все есть Аргументируйте, Янис Он говорит, красивее у фейслифта Чем красивее? Ну чем? Чем? Просто красивее Что здесь? Сейчас посмотрим Какие-то уродские коврики некрасивые М-накладочка Здесь же мы видим отличные, шикарные коврики от Эва Немножко грязно, но ничего Супер спортивную накладку на педаль газа Накладочка М присутствует Порог М Это не оригинал Это оригинал, ади в жопу Оксидировалось немножко Но у меня есть новый порог, который я поставлю потом Это болезнь всех BMW Дорогие мои друзья Как вы думаете, сколько стоит вот такой оригинальный порог, новый от BMW? Просто напишите в комментах Ну, хочу вам сказать, что у нас ребята на разборах Они такие бизнесмены иногда бывают Что поражаешься их бизнесу Они продают пороже старый порог, чем новый По сиденьям все очень просто Вот это самое топовое сиденье Это комфорт, самый жир Тут 125 тысяч настроек Можно настраивать целый день себе сиденья Боковины, спину Низ, вверх, наверх, зад, вперед И вот здесь такие вот подушечки А на рестайле уже такие громадные подушки А так сиденья одинаковые Управление все одинаковое Бывает еще вентиляция Там, короче, вариантов очень много И цветов, и сидушек Я вам сразу советую брать с комфорт сиденья Потому что поставить салон потом Это будет стоить около штуки евро, как минимум Ага, лампочка перегорела Что же мы видим? Мы видим жирную комплектацию Мы видим лепестки Правда, ну, толку от них мало Чисто такая визуальная штука Сейчас там спецы по драгрейсу скажут Да нет, ты что, лепестки, это тема Одно из самых больших отличий Это джойстик Я, конечно, себе тоже установил джойстик Я вам покажу Но я думаю, что его нужно будет поменять У меня китайский джойстик Это такой, видите, маленький, удобный Ну, реально выглядит Он очень круто, красиво Чувствуем себя довольно комфортно, тепло И одна из особенностей BMW Это быстрое нагревание сиденья Подогрев сиденья здесь один из самых лучших У меня система CCC Я не знаю, почему ее так называют Вообще-то CCC по-английски Здесь уже стоит FIT C-I-S C-I-S, да, A-B-C-D Вот, но, в принципе, больших различий нет Она немного быстрее А меню все одинаковое здесь Вот уже второго поколения, да, там отличается Там навигация уже получше будет И в управлении у вас вот только одна кнопка Видите, меню и шайба В рестайле немножко отличаются вот эти все крутилочки А что это у тебя такое? Массаж Это массаж у тебя? Да Ничего себе, массаж Ты космос, детка Не, ну до рестайла тоже можно установить массаж Мне нравится, что люди не курят, сюда деньги складывают Я тоже туда бабки складываю И обычно любители BMW кричат, что Piano Black это самый-самый топ У меня был Piano Black в предыдущей E60 Вот это темное дерево, оно тоже ничего так смотрится Единственный минус этого всего Оно дико царапается Особенно Piano Black И извините за то, что я опять использую слово дико Многие владельцы BMW жалуются, что с ней бывают проблемы С панорамной крыши, она то не открывается, потом там дренажи забиваются Не забывай, Янка прочистит дренажи там И как всегда мы видим различия владельца рестайла до рестайла Потому что у человека с рестайлом меньше денег И он вот заказал такую китайскую обшивочку на руль Ничего личного, я просто показываю И мы делимся опытом Мы с Янисом хорошие друзья Но выглядит это на видео, может, и неплохо Но вообще выглядит, честно говоря, не очень Янис Сейчас я покажу вам просто мой руль, который меня обшит Он выглядит намного лучше Но как бюджетный вариант довольно неплохо У нас здесь жирная комплектация Logic 7, эквалайзер Что, давай накрути что-нибудь такое топовое Ну и вот первое, что он начал тыркать в моем автомобиле Это подстаканники Что ты делаешь, Янис? Их, кстати, можно смазать Вот, видишь, он сейчас ходит А бывает, что не ходит, разбирайте, смазывайте и все А бывало так, что нет подстаканников У нас друг купил машину, их не было Давайте сразу посмотрим, что у меня с рулем У меня руль профессионально перешит Вот так вот выглядит мой руль В предыдущих сериях я оставлял контакты Дядя Юра из Дарвины, большое спасибо Не, ну согласись, что у меня руль шикарный Даже на ощупь все вот это Кожа, кожа та же, та же самая Пранк И че, дурак, что ли, та же самая кожа? Просто здесь? Да, да, да Та же самая кожа Так, вот мой супер джойстик Обычно здесь другой переключатель скоростей Что это было, блядь? Ну, выглядит он Выглядит он, скажем так себе Но это в других видео мы расскажем И покажем Вот эту рыбку вы все хотите заказать Может, когда-нибудь я их буду продавать Но пока я не знаю, где ее купить И у меня стоит Android В Dory Style обычно стоит CCC Я уже установил, как вы видите, Android У меня тут музычка, карты, видос Ютубчик могу смотреть Вот могу на себя посмотреть в отражении Еще даже пленочка стоит Потом я расскажу, как мы установили Расскажу плюсы и минусы Android Потому что они есть Оказывается, у меня здесь меню кнопка одна И вот эта голосовая помощь Или как она там называлась А насчет отделки вот этой панели Она мне раньше вообще не нравилась Типа вот этот, а-ля карбон такой Но так-то машина будет в другом цвете Поэтому мне она нравится И будет хорошее сочетание Особенно с ковриками вот этими У меня, да, у меня только обогрев задницы есть Парктроник и DTC-система Тут можно еще вентиляцию поставить Ну, это эти кнопочки немножко отличаются визуально А так, ну, по большому счету Если вы не специалист, вы есть различия и не увидите У меня оригинальная BMW-вонючка Это, честно, так, для информации Видите, вот этот красный Такую кнопочку Фонарик такой маленький Это заводская сигнализация от BMW Отличается еще переключатель света Я думаю, что от рестайла Можно сюда поставить до рестайла Но, возможно, нет А вообще, обычно 535-е версии Они более заряженные И более жирные, чем 530-е И тем более 525-е Но на заводе при заказе нового автомобиля Вы, конечно, могли сделать себе полный фарш Я еще не видел ни одного автомобиля BMW E60 без электрической регулировки руля Если вы видели, то пишите смело в комментариях Простые сидушки, да, есть Вот только что я не сказал, что он катался на одной бэхе У которой не было электрического регулировки руля Это была калининградская сборка Поэтому перед выбором тачки Смотрите, где она собиралась Я ничего не хочу сказать, что там плохо что-то собирает Но та тачка, которая была у Яниса На которой он катался Она была довольно плохая Там что-то скрипело, ломалось постоянно Ну, ничего личного Я тут хожу, смотрю зазоры И что я вижу? Посмотрите, как криво все тут На камеру вам видно? А я смотрю у Яниса Здесь с левой стороны зазор хороший А с правой стороны такой же зазор, как у меня Какой-то немного непонятный капот Он ниже, чем часть крыла Если кто-то не знал, то крылья здесь алюминиевые Так же, как и капот Вся морда алюминиевая, да Ну, во-первых, если у вас ограниченный бюджет То, естественно, вы будете смотреть дорестайл Я искал дорестайл, потому что я считаю, что дорестайл более надежнее И он более проще И он дешевле в обслуге Да как так-то, а? Цены, конечно, зависят от комплектации От состояния автомобиля И вот в этот автомобиль Е61 2007 года, да, он у тебя? В 2008 году он вложил уже около 2000 евро Что он тут сходу делал? Это замена цепи Это где-то 1000-1200 евро Конечно, там зависит от комплектующих Отличное универсал от седана в том, что здесь пневма стоит сзади И он поменял обе подушки Сначала купил одну, она ему стоила 200 евро Но сейчас они подешевели И он купил за 100 евро Ну, плюс работа Сколько работа стоила? Замена одной подушки на одной стороне ему стоила 50 евро Вы там можете взять калькулятор и записывать в течение видео Что, сколько стоило и сколько мы тут потратили денег на свои ведра Дрифтер, привет, если смотришь это видео У нашего кореша Е60 Дорестайл У него просто заклинил редуктор на мосту И его вот так вот развернуло И у Янки тоже были проблемы с редуктором Цена вопроса была около 300 евро Плюс он поменял муфту И вот это уже дорогое удовольствие, которое ему обошлось 800 евро Пятки поднял, район потерял Ты что, с ума сошел? Я в свою бэху вложил уже дофига денег И те, кто смотрит этот сериал про BMW Они знают, тут вложено около уже 4 Поэтому, дорогие мои друзья Перед тем, как покупать себе BMW Обдумайте все тщательно Может купить какую-нибудь простую машину Но здесь все-таки душа, драйв, кайф, стиль А, ну после того, как вы ее купите Особенно если дешево купили И не знаете историю этой тачки То приготовьте котлеточку, в которую вы будете вкладывать Это BMW Ну и приготовьте свои нервы И седые волосы вам обеспечены А нервная система не восстанавливается Берите свою нервную систему Чем же отличается двигатель рестайл от рестайла? Да что ты, черт побери, такое несешь Много чем, много чем он отличается И коробка здесь отличается Она намного шустрее, но, говорят, ненадежная Но то же самое о движке Я считаю, что в рестайле двигатель Он надежнее, чем в рестайле Но надежным он будет, если только предыдущий хозяин Нормально обслуживал тачку, менял масло Не ставил какие-то а-ля фантастичные чип-тюнинги Непонятно у кого И не использовал супер-красный герметик Везде, только где это можно Как вы знаете, у меня двигатель после капиталки Я еще прохожу обкатку, поэтому навалить я не могу на нем А так бы у нас сегодня с Янкой был бы драг-рейс Мы бы посмотрели Вот 535-я на каком-то Не, у меня есть какая-то прошивка маленькая от Вадима Но мы ее потом поставим на стенд И сделаем все четенько Она будет просто летать в космос Главное, чтобы не улетела опять в сервис И у Янис стоит тоже прошивкой Перед тем, как прошивать тачку Ставить вот чип-тюнинг и все вот это бустить Сделайте техобслуживание Поменяйте цепи обязательно Знаете, у меня руки замерзли уже, еб твоя Один из плюсов до рестайла в том, что вам не нужно здесь менять цепи Они здесь просто вечные В рестайле же здесь идет уже алюминиевый блок Здесь чугунный блок идет двигателя Здесь обязательно менять цепи Ну, как минимум на 250 тысяч километров И кто кричит, что не надо менять цепи Ребят, не слушайте их Обязательно меняйте здесь цепи Здесь у нас 210 киловатт 286 лошадиных сил Там у нас 200 киловатт И где-то 272 лошадиных сил А, кстати, по техническим данным Я там в гугле загуглил Характеристики показывают, что разгон до сотни Здесь на 1 миллисекунду быстрее Чем на той BMW Засними этого гонщика Это просто дрифтер какой-то поехал Я уже забыл, как назывались эти форсунки Я их столько возил на ремонт Кстати, я вам сейчас покажу эту форсунку Я уже почти что поменял все форсунки у себя в движке Не то, что они ненадежные Просто у меня убитая тачка была А так вот эти форсунки Они намного проще, чем уже в рестайле В рестайле идут пьезофорсунки Для восстановления этой форсунки Понадобится меньше финансовых средств Чтобы восстановить пьезофорсунку Пьезофорсунки можно восстановить Только когда вы даете мастеру их восстанавливать Убедитесь, во-первых, в том, что он специалист в этом деле Во-вторых, возьмите гарантию И что я вам сразу хочу посоветовать Регулярно подключайте к компьютеру И проверяйте коррекции по форсункам Чтобы не было такого, как у меня Что у меня перелила первая форсунка У меня прогорели клапана И делать всегда правильный чип-тюнинг У специалистов Так как этот автомобиль наиболее технологичный В плане движка и коробки Он, значит, намного экономнее Пьезофорсунки, они уже технологичные И экономнее, чем вот здесь Этот старый еще олд стайл Но зато они дешевле будут и надежнее Даже на разборе форсунка От до рестайла будет намного дешевле Стоит, чем уже в рестайле Отличие от движка Здесь есть щуп-масло А в рестайле нет щупа-масла Посмотрите, какое масло Пробег уже тысячи километров Есть у тебя щуп? Да, тоже Странно Я считал, что нет щупа Что за херня? Оказывается, есть щуп Слушай, у тебя вот черное масло Ну, как в дизеле должно быть Все нормально Не забывайте, если вы покупаете бэху с пробегом То вам нужно устранить там вихревые заслонки Там заглушить EGR EGR, весь YouTube, весь Google Полон этими советами Которые вам дают И прислушайтесь этих советов Потому что вихревые заслонки Залетят вам визжок То вы попадете на капиталку Ну, а насчет фильтров Смотрите сами Что там по пробегу у вас Что у вас там в стране Какие экологические запросы И так далее Я считаю, что Янису нужно немножко почистить двигатель Янис Двойка тебе за частоту двигателя Нормально Напишите в комментариях Какие вы услышали посторонние звуки И что вам больше понравилось Как работает этот двигатель Или как работает тот двигатель Если честно, я, ну, минимально, может, что-то услышал Что немножко заводится грубее И немножко грубее он работает Кстати, я использую масла Бордаль Спасибо ребятам Из Бордаля, Латвия И присадочки у них отличные Если вы хотите поменять все масла Смело обращайтесь Говорите от Мотохантерс И получите скидку 15% У них офис на муку сался Ссылки на них оставлю в описании Есть особенность при закрывании капота от БМ У меня, например, такая У тебя тоже надо стучать капотом так сильно, Янка? Или вот так закрывается? Можно так закрыть? Мне похуй Слушай, у тебя хорошо Ааа, не, надо хлопать, да Ну, вот такой вариант не прокатывает Нужно хлопать Если у вас немножко по-другому Или у нас что-то сломано Напишите, что у нас не так Ну что, любители желтых лампочек Кто там кричит, что я колхозник? Да, я колхозник немножко Видите, у меня белые английские глазки Они не синие, они белые Вечный спор между любителями БМВ Знаете, что я вам скажу? На Е60 это смотрится хорошо Вот если Е39, это уже не смотрится Е34 тоже не смотрится Но Е60 это уже технологичная тачка Она модерная тачка Поэтому желтые английские глазки По мне это фуфло полнейшее здесь Ну на самом деле это все на любителя Кому нравится желтая, ставьте желтая Только не ставьте на Е34, на Е39 Белые английские глазки Вот это, конечно, колхоз еще тот А вот ксеноновые противотуманки ставить Я вам не рекомендую Потому что они не выполняют свои функции Хочу вам рассказать реальную историю из жизни Вот Яниса, который меня снимает Он купил себе такой же универсал В М-пакете Все четко Как вы знаете, найти BMW E60 или E61 Там 535, 530 Намного легче На 535 намного сложнее Так вот, он нашел себе хороший экземпляр Его любимая женушка поехала в роддом рожать Ему малыша Он зашел в роддом Пошел за водичкой, а машины уже нету Поэтому что, всегда страхуйте автомобиль Обязательно Делайте маркировку И не скупитесь на это Ладно Неплохо Если хотите владеть BMW E60 То рассчитывайте на страховку в Латвии По крайней мере, где-то от 300 до 600 евро Это зависит от того, сколько вам лет Какая комплектация машина Какого года машина и так далее Седан или универсал Это решать вам Я бы на данный момент взял универсал Потому что у меня уже много седых волос И я хочу путешествовать Но, кстати, в седане довольно большой багажник Как и в универсале Вполне возможно, что кто-то первый раз вообще смотрит Мой канал, мои видосы И кто-то первый раз смотрит BMW E60 Поэтому я хочу показать, насколько большой багажник в седане Один из самых больших багажников Тех седанов, которыми я владел до этого Глубокий, широкий и большой багажник Ну, если только вы сюда не вмажете какой-нибудь сабвуфер О, как она едет просто, друзья Это непередаваемое ощущение от 535-го дизеля с двумя турбинами Что мне нравится, что здесь нажатием одной маленькой кнопочки Вы можете отключить все системы И просто стать мамкиным гонщиком Крутить пончики на парковке Заходить бочком повороты У тебя чип тут стоит, да? Что за чип стоит? У кого чиповался? Давай, давай, отзыв быстро Покупал с чипом Покупал с чипом Молодец, неправильное решение Не, ну джойстик это действительно вот тема Удобно переключаться Выглядит он красиво В отличие от моего джойстика, который вот досюда где-то Поэтому я признаю, что я немножко заколхозил Джойстик здесь офигенный Просто офигенный Вот 2008-й год, 2007-го года они начали делать рестайл Ну красиво же, е-мое И переключается четко Хоп, поехали Хоп, поехали Нижняя, повышенная Задняя, все Лепесточки Работаем Лепестки вот когда у меня были Я ни разу их не использовал Янка, ты используешь лепестки? Да, иногда, иногда, да Ну для чего? При обгону Ну тут хватает же мощности Помню мы с Фласовым еще обсуждали Такой вопрос А на лепестках машина быстрее разгоняется? Он говорил, что нет Ну что там нет быстрее А, еще был такой миф о том, что Если у машины стоят лепестки Значит тут стоит спортивная коробка Но коробка здесь такая же Как и у остальных, поймай, Е60 Такого же типа стоит Так что никакой разницы нет Мне там втиралось У меня лепестки, у меня спортивная коробка Еще кто-то мне втиралось Да, здесь есть кнопка Спорт... Посмотри Не, но кнопка есть в спорту Она есть, так? Спорт кнопка Ты нажал спорт кнопку? Полетели в разнос, братва В сервис Слышишь, да? Колодки говно, у тебя надо что-то поменять Канка купил китайские колодки С Алиэкспресса И они что-то бьют у него немножко Ты Брэмбо купил? Да, Олег Брэмбо Какие у тебя колодки стоят сейчас Не помню, какие-то в сервисе мы поставили Поэтому, ребята, обращайтесь к проверенным мастерам Вот Валера там Власов, кто еще у нас Еще такие хорошие мастера побоевать Друзья, очень важно Помните о том, что если вы дали немного Джагу-джагу, не глушите машину сразу Чтобы маслица что сделала? Охладила ваши турбинки Дорогие мои друзья, всем спасибо, кто посмотрел Это видео, я уверен, что Вам оно было хоть как-то полезно Теперь вы представляете, что такое Дорестайл, что такое рестайл И вы сделаете правильный выбор Просто купите себе Киария Или Хюндай Или еще что-то Чтобы не мучиться с BMW Всем спасибо Отличного настроения Отличного вам дня До новых встреч Пока Не, ну все-таки бэха-то кайф Серьезно вам говорю Бэха-это кайф Бэха-это кайф Темно-во Поехали